День Сибири День Сибири День Сибири День Сибири И я стал на него приходить. Скажи, а ты туда приходил с какими лозунгами? Да, я особо без лозунгов. Я же не был там хедлайнером и так далее. Я туда приходил. Но ты выступал. Да, было дело, выступал. Я приходил туда так же, как и все. То есть с лозунгами, наверное, с требованием в первую очередь к правительству выполнять свои обещания. То есть на тот момент мы ведь еще не кричали «Долой власть!» и так далее. Поначалу мы просто просили, чтобы наш президент на тот момент, Виктор Янукович, продолжил евроинтеграцию, которую он нам обещал. Ведь это же его было обещание. Это был вектор правительства Азарова. Они же нам говорили, что мы сейчас подпишем ассоциацию, все будет замечательно. И потом, когда они нас обманули, когда они всех тупо кинули, причем самым циничным и подлым образом, мы сначала просто выходили для того, чтобы напомнить им об их обязательствах. А уже потом это все переросло, когда стали избивать людей на Майдане, избивать студентов, когда стали скатываться в тоталитаризм, когда пытались принять эти диктаторские законы. А тогда уже, конечно, все зашло слишком далеко. Тогда уже и требования у нас стали другими. Наши лозунги были «Долой власть!» То есть правительство Азарова в отставку, министры в отставку и перевыборы. Денис, как ты считаешь, за прошедший год мы отдалились от ценностей, за которые выходил Евромайдан? Мы, я имею в виду, вся Украина в целом, либо мы наоборот приблизились? Нет, я считаю, конечно, безусловно, мы приблизились к этому. И есть разные пункты, на той программе, которая выдвигалась, какие-то из них достигнуты, а какие-то нет. То есть нельзя сказать, что Евромайдан полностью добился своего, нельзя сказать, что Евромайдан проиграл, как многие сейчас опять же пишут или говорят. Потому что, во-первых, мы свергли антиукраинское правительство, которое состояло из людей, которые эту страну ненавидят, которые работали, в принципе, откровенно работали на Кремль. Это сейчас уже понятно, недаром все они сбежали в Россию, все они сидят в России. Поэтому, конечно, такие люди приносили нам исключительно вред, то, что они сделали с Украиной. В принципе, страшно даже представить себе, что было бы, если бы действительно их Евромайдан не снес. То есть, вероятно, произошло бы то же самое, только через год, через два, и с гораздо более катастрофическими последствиями. Во-вторых, мы наконец-то все-таки получили проукраинский, проевропейский парламент. И действительно, мы этого добивались, это была мечта, это впервые в истории Украины у нас такой парламент. Это достижение Евромайдана полностью. Скажи, в парламенте у нас и СОВА тоже появился. Нет, безусловно. Вот Донецкая область дала голоса за каких-то людей, которые... Да, да, и Донецкая, и Луганская область, и Харьков еще было. А насколько Донецкая, а Порошенко не дал ли им один вопрос? Не дал ли он возможности тут, так сказать, прокрутить? Да, это все было достигнуто по договоренности, конечно же, с властью в Киеве. Потому что мы понимаем, что все представители бывшей партии регионов по Донбассу пришли, вот сейчас получили мандаты, так или иначе незаконно. Потому что, во-первых, они пришли к власти на полуоккупированных округах, где вообще не должно было быть никаких выборов абсолютно. Я в этом строго убежден. Выборы в зоне военных действий не проводятся. Выборы Звигильского – это абсолютная фикция. Выборы Шкирии – абсолютная фикция. Выборы там, кто у нас еще получил мандат на халяву, можно сказать. Недава. Недава получал в этом, в Янакиево. Абсолютно тоже абсолютная подстава. Солод округ не был оккупирован. То есть там могли проводиться выборы, но они были откровенно куплены. Это было очень цинично, открыто, и я думаю, что в таких случаях просто обязаны принимать наши правоохранительные органы решение о том, что этот кандидат снимается с выборов или хотя бы, я не знаю, его штрафовать, назначать перевыборы, потому что откровенный подкуп. Плюс к тому мы видели, как, например, в том же Краматорске произошло накануне выборов. Это было везде. Но даже вот я имею в виду, почему я беру Краматорск, даже относительно благополучная круга, где все прошло без скандала, все равно там были нарушения. То есть я приезжал, я видел эту комиссию, да, ОВК, которая была полностью изменена. Ее состав был изменен накануне, в пятницу, то есть в последние часы, когда можно было это сделать. И после этого, как бы, эти люди просто в отчаянии были, которых оттуда выкинули. Они говорят, мы не понимаем, что произошло, почему. Ну и комиссия полностью менялась под кандидата, который выиграл. То есть, ну это фикция, это не выборы. Давайте прямо. Скажи, я на Украинской правде не так давно прочитал новость о том, что, по поводу того, что Наливайченко, глава СБУ, заявил, что по наводке открыл уголовные дела. И якобы эта наводка была от тебя или от Ивана Белла? По наводке, я тоже не совсем понял. Дело в том, что Наливайченко предлагал работу. То есть, ну как вы слышали, да, он сказал, что напишите заявление, кто желает. Вот, но я никаких заявлений не писал. То есть, я не иду работать в СБУ. Единственное, что возможно, как вариант, создается, там сейчас громадская рада при СБУ. Это будет орган, который будет контролировать люстрацию в самой СБУ. То есть, там, вот, например, если, как у нас, да, бывает сейчас, обнаруживается какой-то судья, который работал при Януковиче, там, например, в судейском корпусе. Либо прокуроры, которые при Януковиче, там, выносили какие-то, значит, обвинительные приговоры в Армайдан, а сам СБУ хочет возле себя создать такую же раду, которая будет контролировать саму СБУ. То есть, чтобы вычищать оттуда кадры, которые были когда-то, да. То есть, возможно, участие вот в этом проекте. Но, что по наводке открытые уголовные дела, интересно, против кого? Потому что, ну, если говорить о Ефремове, то есть журналистские расследования, да, мои еще, которые дотированы. Нашего коллеги Сергея Иванова. Да, да, ну и мои в частности, то есть, которые датированы 2012 годом еще, первые, да, то есть, ну, если это наводка, то мне приятно, пускай открывают уголовные дела. Просто слово такое, знаешь, по наводке. Ну. ДНР тоже по стукачеству там что-то делали. Ну, это как-то странно, потому что, ну, это же ведь открытая информация. То есть, я об этом на всю страну трублю, то есть, это не совсем навод, это наводка, как бы, для всех правоохранителей. Да, да. То есть, это выложены документы, это выложены видео, это факты, которые из Стаханова есть, там, да, где он разваливал еще в 90-х местную промышленность. Это его деятельность еще во времена губернатора, когда он закрывал шахты. Есть свидетельства конкретных свидетелей, люди, которые были директорами в тот момент еще на шахтах, на заводах. Вот. И эта информация, она выложена, она уже много лет находится в открытом доступе. Я бы очень хотел, конечно, чтобы наша прокуратура, милиция, там, я не знаю, СБУ, если она этим всем занимается, чтобы они открывали эти уголовные дела. То же самое касается открытых сепаратистов. То есть, мне, например, непонятно, вот мы, так сказать, даем наводку, да, с Ивановым, уже с марта о том, что там, значит, Валерий Галенко, который председатель Луганского, был рад, и когда он орал, стоял в микрофон под русскими флагами, что давайте, там, значит, обратимся за помощью к братскому народу, а Киеву мы выражаем недоверие, то есть, мы не признаем киевскую власть. Есть видеозапись, это доказательство государственной измены, которую совершил, ну, чиновник, да, госслужащий, который, так или иначе, там, в Луганском, глава Луганского облсовета. Никакой реакции нет. И мы об этом говорим на каждом эфире, пожалуйста, примите меры. Это открытый сепаратист, это враг Украины, который еще пытался даже баллотироваться в парламент, и, к счастью, просто туда не попал. То есть, давайте уже, давайте что-то делать. И я, пожалуйста, что еще нужно, где нужно, что написать, кому нужно обратиться, чтобы этих людей закрыли и наказали, я готов это сделать. То есть, просто я не знаю, куда еще сходить. Скажи, а в целом, вот люди, которые были фигурантами наших расследований, ты помнишь, это последние пять лет, да, это все эти герои этих, тот же, даже, того же взять Алешу депутата, Андрея Алеша. Вот он сейчас, мы его встретили, свободно, в шенгенской зоне, он передвигается, летает в самолете вправо. И есть информация, что даже связан каким-то образом с блоком Петра Порошенко. Вот как тебе такие трансформации, что есть власть, которая пришла после Евромайгана, которая не цурается, да, на русском как, не цурается работать с представителями прошлого режима. А где же иллюстрация-то самая? Ну, иллюстрация не проходит, вы видите, без давления общественности. У нас что-то происходит в стране до сих пор, как и раньше происходило, у нас до сих пор в стране что-то происходит, только после того, когда начинает общественность бурлить, приходят сжечь шины, например, под Верховную Раду, под прокуратуру, под еще какое-то здание, значит, административное. Когда только у нас пахнет жареным, да, все начинают сразу работать, все наши госструктуры работают. Если никто ничего не говорит, то замечательно, у нас бы уже Янукович бы вернулся на самом деле, и где-то бы там сидел спокойно себе, если бы... Ну, а он не возвращается в виде... ну, его суть, его форма в виде... Ну, скажем так, вот эти остатки, да, вот вырвали мы какой-то сорняк, а корни остались, да, вот там. И они вот могут дать сейчас ростки назад, да, опять прорасти, может это еще разрасти сильнее. А все это будет зависеть только от общества. Вот смотрите, ну, как бы в Украине гражданское общество в прошлом году показало свою силу, и в этом году тоже. То есть, действительно, сейчас на улицы могут выйти народные массы, и не могут заставить депутатов принимать законы. Уже нельзя отморозиться и сказать, да, мы как бы ничего не решаем, там, да, то есть, как бы нам наплевать, вот нас выбрали, мы можем пять лет, что хотите, то и делать. Нет, этого больше не будет, и я думаю, что поэтому, если сейчас просто общество выработает эффективные инструменты, создаст, да, этого гражданского общества влияние на политиков, то можно будет пресекать такие вот откровенные случаи возвращения таких одиозных персонажей времен, то есть старой власти. Денис, а что касается того, дончанин ты или не дончанин сейчас, ты себя как ощущаешь? Ну, наверное, человек, который родился и 30 лет прожил в Донецке, он дончанином, наверное, уже до конца жизни останется в той или иной степени. Вот, а если говорить о месте моего проживания, то сейчас я проживаю в Киеве. Хорошо, а как ты думаешь, эти отрезанные социальные выплаты, пенсии для Донецка, это хорошо или плохо? Ну, я бы не мерил это, скажем так, такими словами, хорошо или плохо, я бы сказал, что это вынуждено, потому что, ну, а как иначе, да, то есть есть территория, на которой находится некая оккупационная администрация. Вот эта оккупационная администрация открыто себя позиционирует как агрессор, да, против Украины. Ну, они говорят, мы дойдем, захватим Славянск, Мариуполь, там, Киев, там, Новороссию, что они там, у них каждый раз меняется повестка дня. Но факт то, что это агрессивный план, они не обороняются, они не говорят, мы обороняемся, вот мы здесь. Нет, они говорят, мы будем захватывать. И если Украине известно, что есть агрессор, то почему мы будем финансировать, помогать агрессору захватывать Украину? Ведь сейчас что происходит? Они собирают налоги там. Ну, реально это доказано, это факт, то есть у них даже есть Центральный Республиканский Банк, так называемый. Это 202-й кабинет, я знаю. Этот банк вмещается в одном кабинете, в кабинете до ноги здания. Замечательно, да. Факт тот, что, тем не менее, да, вот они собирают налоги, они собирают их на счета, они собирают их наличкой, просто на руки. Они собирают, там, грабят уголь, да, на шахтах забирают и так далее. То есть вот эти средства, куда они идут? То есть ведь получается, что до сих пор всю социалку поддерживает Украина. То есть все из бюджета приходят, там, значит, пенсии, пособия, все идут из бюджета. При этом налоги собирают оккупационные администрации, как это так? То есть, и получается, конечно же, они могут, например, за счет этих денег, за счет этих так называемых налогов или дани, попросту говоря, они могут за счет этих денег финансировать свои банформирования, платить довольствие своим боевикам и очень успешно воевать. Киев сделал единственный верный шаг в этом случае, то есть вынужденный шаг. Он просто сейчас вынуждает эту оккупационную администрацию тратить собранные налоги на людей, которые живут там. То есть отдавать пенсионерам пенсии, которые они же обещали, они же обещали там платить пенсии. То есть теперь они должны, грубо говоря, расходовать вот этот дань, который они собирают, не на войну, а на то, чтобы там люди получали какие-то деньги, получали какие-то пособия. Мы анонсировали в начале эфира, что у нас возможность есть дозвониться по скайпу в прямой эфир всех наших зрителей и особенно жителей Донецка оккупированного. Если у нас есть кто-то на скайпе, можем вывести. Есть на скайпе кто-то из звонков? Нет. Как только будет, сообщите нам, пожалуйста, чтобы люди могли задавать вопросы. Наш скайп в грамматике ДНЮА одним словом, без точек, без запятых, с маленькой буквы H. Можете позвонить, задать ваши вопросы, которые касаются и дня Евромайдана, и того, что же будет дальше. Пока Денис здесь, он может ответить на ваши вопросы, осталось буквально несколько минут. Денис, по твоему мнению, Донбасс нужно отрезать или нет? Вот этот сейчас вопрос задают очень радикально. Я сегодня во многих студиях слышу поза эфиром. Люди пока еще его задают так, знаешь, поза ваштунками, как говорят. Но его уже задают, и часть политиков киевских. Так, нет, надо действовать по ситуации. Ну как отрезать? Вот так, они говорят, мы не хотим, чтобы наши люди туда ехали, больше защищали вас. Ну, значит, если нет на то... Ну, твое мнение какое, что делать? То есть мы можем, понятно, нет универсального способа. Но что сейчас можно сделать? Ну, это исходить из ресурсов, понимаешь как, Леша, смотри. Ну, как бы, в идеале, конечно, мне хотелось бы увидеть победоносную поступку украинской армии, чтобы там точечным ударом убили всех плохих, как бы, без разрушений, без жертв и так далее. Вот, но это же, как бы, невозможно, да. Исходя из возможностей, которые есть в Украине, насколько я понимаю, что сил наступать нет, и не очень-то хочется, потому что там уже, я смотрю, что все хорошо живут, вот в Украину ввозится уголек оттуда, то есть, как бы, и вот эти так называемые ополченцы там в шоколаде, они, как бы, добились, что хотели, они захватили местные предприятия, местные ресурсы, эксплуатируют их в своих интересах. Украина, как бы, тоже, в принципе, вот, продвинулась, насколько смогла, там, по линии фронта, ну, и дальше, как бы, там, где она уже встречает ожесточенное сопротивление российской техники, российских наемников, там уже, как бы, армия остановилась. То есть, я думаю, что, вероятно, так и останется, это мой прогноз. То есть, я бы не хотел, чтобы так было, то есть, конечно, я не хочу Приднестровья, я хочу, чтобы эта территория принадлежала Украине, но, исходя из наших реалий, я так думаю, что так оно и останется. И дальше тут идет речь, как бы, я так понял, о отпадовой ситуации. Ну, насколько я общался с военными, опять же, я не военный, я не могу судить, как эксперт. Но военные рассказывают, что вот, почему линия стабилизировалась так, потому что ни в одной из сторон нет сил и возможности захватывать, отвоевывать города. Потому что, ну, фактически, городской бой – это то, что мы видим в аэропорту. То есть, пока ты не уничтожил полностью здание, не сравнял землю, аэропорт сопротивляется. И взять его очень тяжело, то есть, это, ну, цена огромных жертв, потому что уже сколько эти террористы там положили людей. И, то есть, можно представить себе, что будет, если, например, точно так же они начнут брать Мариуполь или мы начнем брать Донецк. То есть, будет то же самое. То есть, будут огромные жертвы, будут, если при условии, что обе стороны, то есть, вот, та сторона, которая обороняется, будет реально обороняться. То есть, что, договариваться нужно? Да, я думаю, что уже по факту договорились. Мне кажется, что договорились уже. Потому что, ну, как бы, мы же видим, да, все эти сигналы. Я вижу, что закрылся Ащадбанк у Донецка. И работает Сбербанк России. И я вижу так, что скоро там появится рубль. И, скорее всего, это основной торг за то, чтобы там был рубль, и мы потеряли гривну окончательно. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Рубль там не появится, потому что Россия не согласна на это, на то, чтобы там была рублевая зона. Я думаю, там появится... Ну, вы же понимаете, что, как бы, да, вот такие... Нельзя. Почему Европа не присоединять, не берет себя в зону евро там кого угодно, да? Почему часть стран Евросоюза не входит в зону евро? Потому что должна быть экономическая стабильность на этой территории, чтобы страна вошла и не обрушила евро. А, ну, как бы, что может случиться в России, если сейчас войдет территория, на которой, как бы, ну, нет экономики фактически. То есть рубль, я думаю, что он начнет проседать. Ну, и вообще никто не даст это сделать. То есть Россия же не признает, что она там присутствует. Я думаю, что все идет гораздо прозаичнее. То есть никуда они из гривневой зоны не денутся. А поскольку гривны, опять же, наверное, не будет хватать теперь, будет там происходить следующее. То есть они напечатают какие-то новороссийские тугрики, как это анонсировал Губарев, и будут за бумагу. Это очень удобно. Это же самая гениальная схема. То есть ты берешь у дикарей, покупаешь за бусы их ресурсы. То есть вот у тебя есть сотрудник, который тебе, например, добывает уголь из копанки. Ты ему платишь бумагой, которую ты печатаешь, которая нигде не признается. Копанки работают. Да, копанки работают. И платят по 10 тысяч со скважины. Значит, и вот тебе хозяин копанки заплатит тугриками, которые сам напечатал, а от тебя получит уголь вполне реальный, который отправится на экспорт. И, соответственно, он таким образом получит валюту. То есть они напечатают фантики и будут путем торговли обменивать фантики на валюту. Вот и все. Да, Денис, к сожалению, реальность такая у нас дома сегодня. На Донбассе и в Украине в целом. Но и последний мой вопрос. Чувствуется ли настроение праздника у тебя сегодня? Атмосфера какая-то праздничная в честь начала евромального? Я был в центре города сегодня, видел людей уже к этому времени. Да, я чувствую. И я вижу, что на самом деле для Украины это один из немногих праздников, который реально не просто дата на бумаге, а который люди чувствуют сердцем. То есть вот сегодня я был же, что опять же говорю, в центре. И там уже на самом деле собрались к тому моменту тысячи людей. И вот они пришли с флагами. Понятно, что они пришли сами. То есть это не какая-то проплаченная акция. Они пришли реально, потому что им хочется отпраздновать эту годовщину. Им хочется там присутствовать. И я с удовольствием тоже там буду. И, конечно, действительно это одна из таких дат в истории, которые чувствуют украинцы, ее значимость, реальную значимость. Что они вышли, что-то сделали. И от них едва ли не впервые за всю историю нашего государства реально что-то зависело. Так это с праздником тебя. Слава Украине. С праздником героям слова. Слава Украине. До свидания, Денис. Зрителям мне до свидания. Пока.